Всем привет. Вы находитесь на канале радости частного дома и с вами как всегда Вадим. И сегодня я для вас хочу приготовить очень вкусную заготовку на зиму, помидоры с яблоками. Рецепт просто волшебный. Итак, что нам понадобится. Здесь у меня помидоры три с половиной килограмма и яблок килограмм восемьсот. Также мне понадобился болгарский перец, здесь у меня триста шестьдесят грамм. Говорю вес сейчас вам не очищенный. Также лук триста грамм, каждая головка по сто грамм, то есть на одну банку одна луковица пойдет у меня. И чеснок по четыре зубчика на одну банку. Банки я буду использовать сегодня трех литровые. Значит по яблокам. Яблоки я взял сладкие, это у меня гата краснодарский, очень вкусный сорт. И теперь давайте все начнем. Естественно я уже все помыл. Решил я вам показать как я подготавливаю яблоки для этого рецепта. Значит приобрел я вот такой вот гаджет для кухни. Посмотрите как легко режет яблоки на дольки. Одно движение и пожалуйста яблоки разделено на дольки. На примере одной банки я вам покажу как правильно ее заполнять. Значит банки я помыл с содой и этого будет достаточно. Теперь я сюда добавил на дно 4 зубчика чеснока. На дно я также выкладываю пол луковицы, которая у нас я как говорил весит 100 грамм. И теперь сюда начинаем добавлять дольки яблок. Дольки яблок я заполняю примерно одну треть трех литровой банки. Этого будет достаточно. Выложил я яблоки и теперь добавляем половину луковицы. Как видите нарезал я их кольцами. И теперь начинаем сразу же сюда добавлять помидоры. И заполняем банку помидорами до самого верха. Но не забываем периодически банку обязательно встряхивать, для того чтобы у нас все равномерно распределилось. И теперь не забываем еще сюда добавить болгарский перец. Болгарский перец я очистил от семян и нарезал вот такими вот полосками. И теперь сюда эти полоски вот так вот с краю я добавляю. Вот в такие моменты я очень завидую женщинам, так как моя рука в банку не лезет. Заполнил я банки, закипятил я воду и теперь начинаем сюда этот кипяток заливать. Это делается для того, чтобы у нас банки прошли стерилизацию, то есть обеззараживание и тем самым у нас все овощи прогрелись. Теперь заполняем банки до самого верха, накрываем крышками и выдерживаем ровно 10 минут. Более не надо. В среднем на трехлитровую банку уходит всегда полтора литра воды, поэтому я заранее скипятил четыре с половиной литра воды. Я никогда не ошибаюсь, это уже точно проверено. Прошло у меня ровно 10 минут, теперь я воспользуюсь вот такой крышкой, очень удобно для слива воды с банок. И как видите банки я держу руками, то есть за эти 10 минут вода полностью остыла и теперь я эту воду полностью сливаю с банок в кастрюлю и кастрюлю опять отправляем на огонь и доводим до кипения. Не забываем сразу же накрыть банки крышкой для того, чтобы помидоры и овощи у нас не остывали. Пока вода у нас закипает, мы начинаем добавлять в банки специи. Значит на трехлитровую банку я использую три штуки гвоздики, на двухлитровую две, на литровую одну и точно так же я добавляю сюда перец душистый горошком. На трехлитровую банку три, на двух две, на одну литровую всегда одну и теперь добавляем сюда перец горошком. Добавляю сюда штук 10-12. Теперь начинаем добавлять сюда соль. Соли я добавляю сюда из расчета на трехлитровую банку две столовые ложки и теперь нам осталось сюда добавить сахар. Так как у нас эти помидоры будут сладкие, сахара я в этом рецепте использую много. Добавляю сюда ровно семь столовых ложек. Если вам не нравится этот способ, когда сахар и соль добавляются сразу в банку, то добавляйте в воду из расчета на полтора литра две столовые ложки соли и 7 столовых ложек сахара или же 150 грамм сахара. Вода у меня закипела и теперь начинаем заполнять этой водой наши банки. Заполняем уже не боимся, так как они у нас прогретые и теперь вот таким способом заполняем все банки. Нет, давайте я вам на примере одной покажу, чтобы сэкономить ваше время. Налил я кипятка по плечике банки и теперь начинаю сюда добавлять уксус. Уксус я использую девяти процентный. На этот рецепт у нас уходит три столовые ложки. Если вы готовите двух литровые банки, то две столовые ложки, если литровая, то одна столовая ложка девяти процентного уксуса. Теперь заполняем банки до самого верха, накрываем крышками и закатываем. Консервированные помидоры с яблоками на зиму у меня готовы. Теперь не забываем перевернуть их на крышки и укутать на 3-4 часа. Потом раскрываем и даем остыть до комнатной температуры и только потом убираем в погреб, либо оставляем в квартире в прохладном месте. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока, пока.